Дорогие друзья, это Дмитрий Газин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показываю этого по дом. Сегодня речь пойдет о веселой детской книжке с большими познавательными функциями. Очень люблю такую литературу. Никогда не забуду восторга от, не знаю, там, необыкновенных приключений Каррика и Вали, Яна Варри. Вот уж фантастика, вот уж приключения с элементами фильма ужасов. Но, однако, сколько я узнал о мире насекомых из этой книги, не описать никакими словами. Итак, у нас лесные секреты. Марина Дороченкова и Анна Кравчук. И прежде всего, по жанру, это сказка. То есть, там, понимаете ли, никто никого не ест. Если речь идет о рационе питания, то как бы в шутку. Вот, например, зачем лиса мышкует? Многие, не только взрослые, но и дети, видели это потрясающее зрелище. Потому что, когда лиса делает вот так вот, пык, в снег, по самый хвост иногда. Причем, это совершенно потрясающе. Снег вроде он на такой глубину-то не лежит, да? А лиса туда вот прям... И наши два героя, это неутомимые бельчата с таким вот каким-то моторчиком внутри, как у любого маленького ребенка. Вот. Они, собственно говоря, задаются правильным вопросом. Чего это лиса в снег ныряет? Может, она там ищет, что ли? Дно ищет. Не знаю, что она там ищет. Вот. Это она меня ищет, говорит мышонок, который вылезает. Не нашла, ха-ха-ха. Никогда не найдет. Я шустрый, вот. Потому что, если найдет, то, собственно, тут и сказочка конец. На самом деле, это действительно удивительный факт природы. Лиса достаточно крупный хищник. Лиса, хищник очень-очень, значит, прожорливый, да? Но не только лиса, даже волк. Вот я рассказывал о книге Фарли «Не кричи волки». Это прекрасная совершенно книга, по ней был снят фильм. И вот там главный герой, исследователь канадских волков, к своему потрясающему изумлению, просто потрясен, когда выяснил, что большую часть рациона волков составляют именно мыши. Вот эти вот там, что есть, там мяса всего нет. Волки мышкуют непрерывно. Они съедают там до ста зверьков в день и сыты этим. И это и есть большая часть их рациона. А вовсе не крупные олени или кого они загоняют. Вернемся к нашей сказке. Вот эти два прекрасных, совершенно неутомимых «Бельчонка», очень жизнерадостных, художница постаралась. Надо сказать, что иллюстрации в этой книге, они совершенно не напоминают скучные страницы учебника «Природоведение». Каким мы его помним, не знаю, в советских времен. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Там, по-моему, очень много редакций этого предмета. Сейчас он называется «Окружающий мир» или «Окружайка в просторечии». И он стал гораздо интереснее и занятнее, и учебники стали лучше. Но они по-прежнему не радуют, на самом деле, глаз. И мне кажется, что подборка журнала «Юный натуралист» в свое время для меня в начальной школе сделала гораздо больше, чем учебники, потому что я оттуда вот кучу всего узнавал, как и из этой книжки. Здесь у нас сказка-то сказка, причем такая смешная, очень забавная. Иногда главные герои, вот Пушинка и Хвостик, это действительно школьники. Бельчата учатся, но только школой для них является сама жизнь. И вот Матушка Природа их всему учит. Дети как бы читают забавную сказку, а на самом-то деле узнают о каждом интересном факте леса в новой главе. И этот факт складывается в целую страницу, в целую систему знаний. Потому что здесь у нас, во-первых, все рассортировано по временам года. Каждый сезон имеет свой набор вот этих вот знаний, и после каждой главки идет коротенькое задание. О заданиях. Вообще говоря, это служебный элемент книги. И ребенок его воспринимает как что-то дополнительное и необязательное. То, что они здесь придуманы смешно, обаятельно, это нам бельчата дают задание, мы вместе с ними как бы его выполняем, это, конечно, хорошо. Но самое главное – умеренность. Авторы проявили очень-очень хорошее понимание гармонии того, как это должно быть на самом деле. Потому что вот я никогда не забуду прекрасную советскую книгу о природе, о чем-то. Там вот я все искал, искал эту книгу, никак не мог найти. Я там ребенком открыл, прочитал задание. Такое, вот сейчас я займусь как настоящий юнат, там заведу кого-нибудь, выращу что-нибудь. Определи место под опытное поле, там было написано. Полтора на полтора оршина. Вы, вскопая это поле, засади таким-то сортом зерновых. Рядом контрольное поле, вскопая полтора на полтора метра. Вот я помню, я стою, значит, где-то на кухне своей городской квартиры, чешу в затылке, и думаю, что эта книжка... Как-то что-то здесь не сходится, вот если вот здесь полтора на полтора метра. Конечно, дети, выросшие в деревне, они в лесных секретах нуждаются гораздо меньше. Но и им будет интересно узнать. Мы все знаем, что ось сбрасывает рога. Зачем он это делает? И почему? Почему на зиму ему не остаться с рогами? Это же прекрасная защита от хищников. Нет. И бельчата узнают об этом. Например, серый волк выкусывает с трудом колючки репейника из шкуры. А, значит, пушинка и хвостик вместе с ним задаются вопросом, зачем же, откуда взялся противный репейник? А это, оказывается, лопух, который научился ходить. Лопух ходит, но, разумеется, он таким образом размножается, передвигаясь на шкурах животных. Давайте, я помогу тебе, лопух! Я спасу тебя, Франция! Говорит, у нас вельчонок и утыкал свой хвост репейником, чтобы как можно больше семян репейника разнести по лесу. Можете себе представить радость мамы белки. Ну, ладно. Очистились от репейника. И дальше, вот понимаете, книга очень реалистична. Бельчата видит, как ежик идет и несет на иголках на спине осенние листья. Ух ты! Деревья размножаются листьями, как репейник, решили белки. Логично? Логично. Сто процентов. Просто это неверно. Потому что деревья листьями не размножаются. И мудрый еж им объясняет, ну какие вы глупенькие. Конечно, у деревьев есть семена, у всех разные. А листьями они точно не размножаются. Эти листья нужны мне для того, чтобы выставить норку. Переходим к норкам. Значит, норки, а в другой главе мы узнаем, что норки нужны далеко не всем зверям. Как так? Собственно, подождите, ну все же выводят потомство. У каждой птицы есть гнездо. А вот, например, копытным нора не нужна. Новорожденные поросята, кабанчики маленькие, да? Они буквально через несколько дней уже вовсю бегают по лесу, за родителями, совершенно не смущаясь и пройденным расстоянием, да? Не уставая. И в этом им помогла сама природа. Во-первых, она отделила их способности выносливостью, да? Уже через несколько дней после рождения, значит, не беспомощно сосать материнское молоко, а бегать вместе с ней уже по зарослям. И кроме вот этого временного лежбища, да? Укрытого травой и кустами, собственно, кабанам ничего и не нужно. Вот, для семейного гнезда. И они обходятся копытами, обходятся без ног. Удивительно, но факт. А кабанчики еще, если вы помните, они очень полосатые. Сильно не похожи на взрослых кабанов. И бельчата тоже задаются вопросами. А почему так? Это маскировка. И вот так тема за темой нам раскрывается весь, что называется, биоцинус. Огромная картина. Потом, потом будет лесная газета. Если вы не знаете, что это такое, ей-богу, вы много в жизни потеряли. Это великолепно. Обязательно почитайте. Будет лесная газета. Будет и Пришлин, будет и Паустовский. Но начинать надо с легкой детской сказки. Где все просто. Все сказочно. Вы, опять же, понимаете, никаких драматических сторон пищевых цепочек вы здесь не найдете. Все очень мило. И самое главное, художница очень хорошо поняла, почувствовала настроение этой книги. Иллюстрации к ней, это, конечно, не зарисовки художника-анималиста. Я очень люблю именно жанр зарисовок художника-анималиста. Но я охотно признаю и понимаю, что маленьким детям нужно показать и вот таких вот, немножко мультяшных. Хотя очень точно изображенных. Обратите внимание, как нарисована синичка, как нарисован тетелев, как нарисован ось. Это очень точный портрет животных. Но, тем не менее, они такие вот немножко игрушечные, немножко более цветные, радостные, чем в жизни. Почему? Потому что ребенку надо их запомнить с весельем, с радостью. Должно радовать глаз. И это радует глаз. А потом, потом придут те книги, которые я начал вам перечислять, я могу их долго перечислять. Книга о природе бесконечная. И скажите мне, пожалуйста, неужели существует тот возраст жизненный, когда Сетана Томпсона поздно читать? Вот я не верю в это. Но есть, конечно, те книги, которые надо прочесть вовремя. «Лесные секреты» – прекрасная ступенька к более старшим познавательным книгам о природе. Авторы во всем соблюдают меры. Истории в главке достаточно короткие, чтобы ребенок не заскучал. Вот это композиционное членение по сезонам «Четыре времени года» очень помогает все это в голове уложить, в головушке маленькой. Все это хорошо, очень адаптировано для ребенка. Еще раз повторюсь, это не совсем National Geographic, где всех непрерывно кушают. И создает веселое, позитивное настроение, потому что, конечно, это Пушинка, это Хвостик, это какие-то персонажи, которые потом у нас с нами всегда будут. Белка в принципе персонаж симпатичный, но вот эти бельчата, они прям запоминаются как индивидуализированные герои, которых мы хотим потом видеть в других книгах. Где-то они там живут в сказке, в сказочной природе, такой вот, как в «Лесных секретах». Читайте, наслаждайтесь, занимайтесь с детьми, наблюдайте за природой, какова бы она ни была, даже если это всего лишь две аллеи и скверика рядом с вашим городским домом. Вам обязательно найдется, о чем поговорить с ребенком, что ему показать, и с чем выйти в этот скверик или на эту клумбу, имеющуюся под рукой. Вот с такой чудесной, веселой книгой. Спасибо за внимание.